Приветствую вас, братья и сестры! Прочтём сегодня один текст из Писания, который потом я скажу, к чему мы приложим, к какой стороне нашей жизни. Это книга царств, как и недавно мы читали с вами также, глава 13, где говорится о войнах, которые вели евреи с окружавшими их народами. И вот там есть такая интересная деталь. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вилл, и у топоров, или нужно рожон поправить. Такая интересная деталь. То есть враг, опасаясь вооружения потенциального врага, запрещает им иметь у себя людей, которые могли бы сковать что-нибудь металлическое, или заточить не только для оружия, но и для даже простых сельскохозяйственных работ. Но вообще киркой можно как работать, так и воевать. И топором можно что работать, что воевать, и виллами тоже. То есть в принципе любое орудие сельского хозяйства – потенциальное оружие. Поэтому они запрещали им иметь своих кузнецов, для того, чтобы не опасаться нападения со стороны евреев и войны с ними уже такой вооруженной рукой. Любопытное поведение, которое прослеживается в разных сторонах жизни. И я хочу говорить о другом, но сейчас попутно скажу о том, что мы разоружились, наше государство получило полную независимость и заплясало от радости, как жеребец по полю от этого, и порезало свои самолёты, и позасыпало землёй свои шахты ракетные, всё-всё по такое. Вот и теперь мы говорим, ну так возьмите же нас куда-нибудь, защищайте же нас, бы мы теперь безоружными остались, так хитро такое. Филистимляне запретили нам иметь оружие, чтобы нам к ним ходить, затачивать свои кирки с топорами. Да мы вообще, собственно, интересно так попали в такую ситуацию, когда у нас даже зубочистки импортного производства. То есть у нас начинают компьютеры и машин, заканчивая там чашками, ложками и зубочистками всё иностранного производства. То есть нам даже, как получается, кто-то запретил иметь своё собственное производство. Кто-то запретил нам делать всё своими руками для того, чтобы мы покупали всё у других, обеспечили их работой. То есть такая хитрая схема, которую отрабатывали филистимляне на этих бедных евреях, которых они окружили, со всех сторон и стеснили. Но я сегодня так попутно, мимо проходя, хочу дать пощёчину той мерзкой ситуации, в которой мы все живём. А говорить хочу про другое. Эту цитату использует Григорий Богослов в одной из своих проповедей. Он говорит о культуре. Известно, что Григорий и Василий, Василий Великий, Григорий Богослов, долго учились в Афинах, и они знали два пути – в школу и в академию. То есть они ходили учиться всем наукам – философии, астрономии, медицине, риторике, истории, литературе. Всё, что можно было выучить, они учили. И параллельно с этим они ходили в Храм Божий, упражнялись в молитве, спали на соломе, проводили ночи без сна, клали поклоны, изучали Писание. То есть они упражнялись в благочестии и в науках. И когда их спрашивали, зачем вам упражняться в науках таким образом, то они считали, что нужно пойти к филистимлянам, то есть к язычникам, и наточить у них свои копьи и мечи, то есть изострить свой ум у них их способами для того, чтобы лучше проповедовать Слово Божие. Эту мысль Григория Богослова повторяет в одной из своих работ известный английский писатель и христианский мыслитель Клайв Льюис. Он как раз цитирует Григория Богослова и говорит, что лучшего образа не пойму, не найду. Зачем нам культура, зачем нам, например, поэзия, литература, кинематограф, театр? Зачем он нам нужен? Спросят меня и спрошу я вас. И я, говорит, лучшего образа для ответа не найду, как только скажу, что да, это всё языческое в основной своей массе, это всё как бы вне церкви, это всё не литургическое, не евангельское, однако это филистимское такое, языческое, может наточить наши копья для того, чтобы мы успешно вели войну. Очень красивый образ, не правда ли? Вопрос заключается в том, что многие христиане преступно пренебрегают культурным самообразованием и вообще работают на культурном поле. Считается, а что там поэзия, кому нам нужна эта поэзия, или что такое музыка, или ещё что-нибудь такое. И это, знаете ли, ошибка с двух сторон. С одной стороны, человек хорошо образованный, человек образован, например, в части естественных наук, или в части истории, философии, гуманитарных наук, это хороший апологет. Он может защищать христианскую веру грамотным научным языком при помощи того же аппарата, с которым нападают на христианскую веру, во-первых. Во-вторых, оттачивается мысль, и оружие врага берётся на наше вооружение. Можно даже так ещё сказать. Люди современные всё равно читают, умеют, всё равно они грамотные. Они всё равно читают, только они читают жёлтую прессу и бульварные романы. Читают сонники и гороскопы. Читают всякую чушь и дребедень, потому что читать умеют. Так давайте научим их читать хорошую литературу. Может быть, для того, чтобы дойти до евангельской литературы, до Нового Завета, до святоотеческой литературы, ещё нужно почитать какую-нибудь хорошую светскую литературу. На сегодняшний день уже это не помешает, уже не повредит. Люди современные и так слушают музыку, постоянно причём. Я с удивлением узнал недавно и думал, что болезнь, оказывается, это распространённое явление. Некоторые люди не могут заснуть без музыки. В поездах встречаются такие персонажи, такие странные, молодые люди, включают в уши наушники, там у них в наушниках орёт так, что слышно всему купе, или если это в пласткарте, то всему коридору. А они спят. А когда выключишь эту музыку, они просыпаются. Они говорят, я без музыки спать не могу. То есть и так слушает музыку человек. Так давайте же, наверное, будем учиться слушать хорошую музыку. То есть всё равно мы погружены в культурное поле. Так давайте же осваивать это культурное поле. Вы смотрите, вышел фильм на экраны, фильм, допустим, несколько лет назад «Остров». Один всего лишь фильм. Мощный, христианский, простой, без спецэффектов, без компьютерной графики, без экшена, без стрельбы, без секса, без ничего. Только игра актёров, 3-4 персонажа, только молитва и духовный процесс такой. И что? И миллионы людей содрогнулись и сдвинулись в своё место. Стали интересоваться. Люди самых разных вер, почувствовали силу этого культурного продукта. Так значит, это поле требует работы. Его нужно пахать и сеять. А христиане почему-то зачастую говорят, да, подумаешь там. Антоний Великий же, говорят христиане, не читал же, например, литературы светской. Он же в театр не ходил. И Серафим Саровский не ходил, и Пахомий Великий не ходил, и Семён Столпник не ходил, и так далее не ходил. И они не понимают, эти люди, что они, пример одного человека, чрезвычайно великого, который мало повторим в своих делах, пытаются размазать по лицу миллионов людей, которые малые, слабые и глупые, которые погружены в мирскую жизнь, которым не то, что чистого воздуха не хватает, они вообще дышат какими-то миазмами каждый день. И нельзя нам устраняться из этого культурного пространства, отдавать его совершенно на поталу антихристианским силам, так скажем. Необходимо использовать всё это, натачивать у филистимлян свои мечи, для того, чтобы и мысль наша работала хорошо, и чтобы мы правильно доносили свои логосы, свои идеи внедряли в жизнь окружающего мира, для того, чтобы христианин был способен защищать свою веру не только на языке Писания, что тоже редко встретишь, кстати, к сожалению, большому, но и на языке литературы, на языке истории, на языке философии, чтобы это была широкомасштабная всесторонняя апологетика, к которой, должен сказать вам, призван каждый человек. Не только священники этому призваны, может быть, даже священники этому и не призваны. Они призваны стать перед престолом и приносить Богу бескровную жертву. Если они это будут делать, всё с них хватает. А вот остальные, профессура, деятели культуры, учащаяся молодёжь, все остальные имеющие высшее образование люди, они обязаны, просто даже обязаны, будучи христианами, уметь защищать свою веру, защищать её аргументированно, грамотно. То есть, другими словами, нужно уметь отточить своё копьё у филистимлян, для того, чтобы потом с ними же пойти на войну и выиграть эту войну, и прославить имя Господне. Это была тринадцатая глава первой книги царств. Интересный такой сюжет о том, как евреям запретили иметь у себя кузнецов, и они ходили точить свои кирки и заступы к своим врагам. Есть о чём подумать. Ангелы-хранители, братья и сестры, доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова